Это полностью весь список техник. Мы сейчас поработали над гёхарю, так как и ёсинрю частично, сейчас поработаем в стиле куписенденрю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Еще раз добрый день, дорогие друзья, коллеги и соратники. Будем начинать наше очередное, ставшее уже традиционное мероприятие. Это всебелорусский тайкай, который мы проводим уже не первый раз в городе Минске. И уже шестой раз при поддержке посольства Японии и совместно с посольством мы участвуем в программе «Японская осень в Беларуси». То есть уже шестой раз, то есть довольно много. Всего семь раз была японская осень. Первый раз мы не успели подготовиться, зато шесть остальных вырастали с полным уважением. Сегодняшнее наше мероприятие будет посвящено демонстрацию и обучению именно системе Буденкан. Какие-то вещи сейчас в течение первого часа, скажем так, до 13 часов будет проходить небольшая такая демонстрация. Потом с 13 до 20, это уже идет наша общая программа, где будет идти отработка, соответственно, всех навыков. Это будет приниматься аттестация у тех, кто готов с достоинством показать, подтвердить свой новый уровень, на который он претендует. Дорогие люди, спасибо за приглашение на сегодняшнее мероприятие. Меня пригласили на Тайкай в прошлом году тоже. И на меня произвело большое претерпление, ваше мероприятие. И, как вам уже известно, боевое искусство это не простой вид спорта, это же искусство. Поэтому тот, кто занимается боевым искусством, тот должен быть не только сильным, но и правым, дисциплинированным и почтителем к окружающим людям. В том числе и к соперникам. И тем более, что ваше общество называется будинкам. Название будинкам по иерогрику означает «Дом Бога Боевого Искусства». Поэтому вы должны чувствовать, когда занимаетесь тренировками и состязаниями, там существует дух Бога Боевого Искусства. Поэтому я думаю, что я сегодня увижу прекрасное выступление, которое удовлетворит Бога Боевого Искусства. Всем удачи! Спасибо! Спасибо! Ну, добавлю, да, конечно, в этот раз немножко поменьше людей собралось, но тем не менее, я думаю, что это придаст качество нашему семинару, так как будет больше возможностей индивидуально с каждым поработать. Так как тайка – это, в первую очередь, обмен опытом, я думаю, что сегодня мы сполна постараемся этот опыт, так сказать, разделить между собравшимся. Ну, и поблагодарить всех, кто сумел все-таки найти возможности и присутствовать сегодня. Будем работать. Поэтому... А теперь мы еще будем начинать. Погибуем. Я хочу добавить, что в Минске Боевое Искусство Системы Буденка уже с моей подачи практиковалось с 93-го года. Поэтому мы тут уже... Люди есть много, которые просто уже прекратили заниматься из-за того, чтобы... Семьи, дети и так далее. Ну, а вот ко мне приходят уже дети и, надеюсь, скоро придут внуки тех, что у меня занимался с 93-го года. Поэтому давайте, пожалуйста, продолжать эту традицию и развивать это очень хорошее интеллектуальное боевое искусство. Все. Погибаем. Погибаем. Хорошо. Давайте тогда первую часть мы начнем рассмотрим. Ну, так, чтобы чисто в теорию не вдаваться, там, мышцы какими-то историями, поучениями и подобными вещами, мы просто будем чередовать некоторые вещи. Вот, как очень неправильно и точно сказал господин Канадзу, что в боевом искусстве очень важна не только сила, не только ловкость, но и ум и определенные моральные и этические принципы. На самом деле это да. В нашей сроке Масаги Хацуми есть такая замечательная фраза, что когда вы деретесь с вашим противником, с врагом, заберите ему силу, разрушите ему силу, но сохраните ему жизнь. И вот это очень важный момент, где находится тонкая игра в каждом занятии, что да, нужно победить, но в то же время сохранить гуманность, сохранить жизнь человеку. И вот с чего хотелось бы начать, именно вот с позиции силы духа, морального стержня. Есть замечательная школа, довольно старая бодинка, которую мы с вами тоже практикуем периодически, это синдром фударю, то есть, ну, если по значению, опять-таки, долго не рассказывать, то что такое синдром фударю? Есть такое слово, это словосочетание, фудосин, то есть это непоколебимый дух. Что это значит? Это значит, когда мы что-то практикуем, когда мы находимся в какой-то схватке, даже на тренировке, неважно, требуется и очень важно сохранять вот этот слой непоколебимый стержень. Почему? Потому что врагу можно проигрывать, например, физически. Человек может быть более крепкий, более сильный, более ловкий, но если он будет выигрывать морально, и он разрушит ваш дух, то вот здесь как раз-таки кроется самая большая беда. Почему? С разрушенным духом тело, в принципе, не может нормально работать. И, неважно, даже если в тот момент вы сильнее находитесь, а ваш противник слабый, он морально внутри более сильный. Считайте, что он победил, потому что он уже превзошел по какому-то этапу. В Синном Фударю довольно интересная школа. В чем? Вот смотрите, очень часто, когда мы разбираем, например, другие школы, мы начинаем определенные вещи, это могут быть разные камая, с каких мы начинаем именно саму технику. В Синном Фударю многие считают, что нет камая, потому что, как правило, там все начинается, когда мы стоим в свободном положении. Это неверно. В самом деле камая есть, но чаще всего используется, а это, по сути, два. Это Синдзен и Фудоза, когда мы сидим. Ну, отсюда это, опять-таки, если взять японские традиции, можно понимать, почему отрабатывается и Фудоза, потому что наиболее часто, опять-таки, сидели, да, на соломенных татами, и это было удобно. И не при случае необходимости какого-то резкого отражения атаки, если вы умеете резко вставать и даже сидя оказывать сопротивление врагу, вы остаетесь живыми. Ну, в принципе, это и был залог выживания. Тоже, вот, часто про это мы говорим, но обратите, пожалуйста, внимание. Все техники, которые дошли до нас, и которые мы изучаем в Ботинкане, а это, представьте, в самой древней школе, например, у Душтана Геоколева, она пришла в Японию в IX веке, полностью оформилась в начале XII века. Представьте, это более тысячи лет. А это значит, что все, что дошло из этой школы, оно не просто так дошло. Это были техники, которые помогали людям выживать. И они им знак благодарности и той же техники из своей жизни передавали своим потомкам, ученикам, чтобы те тоже имели возможность выживать. А отсюда напрашивается самый простой вывод. Если какая-то техника не работала, можно было ее передать? Да нет, не было шанса. Не было уже того, кто мог ее передать. Она уже не сработала, ему хватило. Так вот, я вам подарю. В чем заключается базовая такая основа, и мы сейчас разберем как бы два очень важных, две важные концепции. Первое, это да, мы находимся всегда в естественном положении. То есть мы не выражаем какие-то намерения, что мы занимаем какие-то угрожающие, скажем, или устрашающие положения своего тела. Нет. Все это делается опять-таки, мы полностью расслаблены, когда идет нападение. Почему? Потому что в первую очередь мы должны обыграть врага еще, как в Сунзе говорится, до начала плейдинга. И вот если это получается сделать, это самая-самая замечательная вещь. Что значит победить врага до поединка? Это значит, как минимум, примерно угадать, что он будет делать. То есть вы можете читать вашего оппонента, читать его движения тела, глаза, как он двигается, дыхание. То есть все будет указывать на то, что он сделает там то или иное движение. Опять-таки о его готовности. И сейчас, в самый момент, мы с Сингом Фадарю начнем это показывать, но хочу еще обратить такое внимание на такое слово, как хэнган. Хэнган, часто мы это используем, часто мы это применяем. Что это такое? Смотрите. В боденган, как и в любом виде боевого искусства, есть определенные ката. То есть ката – это последовательность. Как атакуют вас, как вы выполняете, например, защиту, контратаку, как вы противодействуете. Что такое хэнган? Хэнган – это когда мы сохраняем определенную форму выполнения, но добавляем какие-то маленькие ответвления. Для простоты можно представить вот елочку. Обычная ель с ветками. Вот это техника. Как она развивается, в какую сторону мы уходим. А вот эти все иголочки, которые на ветках – это хэнги. Это, ну, скажем так, мультивариантность развития событий. Почему? Если мы заточимся и будем осознавать, что мы делаем только в одном направлении, делаем только так, как говорится, там, три движения, ну, два, там, притопа, три прихлопа, да, в народе, и что? А противник повел себя как-то не так. А дальше что делать? Говорите, подождите, это не прописано у меня. Давайте заново начнем бой. Нельзя. А отсюда вот эта вариативность, она и развивается. Итак, давайте вот базовую мы сейчас сделаем с вами вещь. Немного, как угодно. Чуть-чуть дальше. Семен Фударевым на примере техники гекан. Гекан – это лунная печень. То есть, ну, как бы и страдает, опять-таки, в первую очередь, часть печени у человека. Значит, сразу мы сделаем вот базу, которая идет, и дальше, как это может развиваться, в какие моменты. Итак, опять-таки, мы находимся в сердце. Идет атака. Да. Первая базовая форма. Теперь хэнка. То есть, я буду делать, по сути, все то же самое, но варианты, которые именно прописаны в датю. То есть, скажем так, в датю на многие техники прописываются такие вещи, называются они урегата. И, как правило, идут номера, там, один-два, ищи-ни. То есть, что такое урегата? Это та же техника, но, что называется, если не пошло в эту сторону, то оно может пойти в какую-то другую. Итак, второй вариант, опять-таки, урегата. Ищи, так же сохраняем рисунок базового вот этого исполнения, но добавляем какие-то моменты. Опять был блок, опять был удар, который заставил сместиться, но только он стягивал все же не вперед, а ушел назад. И третий вот тоже базовый момент, который прописан, так же мы его разберем. А теперь мы добавим немножко ответвлений еще дополнительных. Это была техника. Еще раз разомни. Да. Каждый раз я выходил в сторону, но я делал разные варианты. Первый раз я проходил вперед. Второй раз я проходил назад. Третий раз я просто использовал энергией своего удара, чтобы заметить дальше на борьбу. А теперь, что называется, а если все вот это дополнительно не сработало, как еще сохранить линию вот этой вот техники и остаться соответственно. Отличие заключалось в том, что я уходил в сторону. Опять-таки мы на все удары. Или хватил, или плавал. Следующий момент. Тоже продолжаем опять-таки это развитие. Что еще можно подключать? Ну, как бы, четыре варианта вроде уже как бы хватит, да? Ну, на самом деле нет. Вариантов опять-таки, как иголочек на елке, может быть, очень-очень много. Итак, продолжаем дальше. Следующий. Следующий. Еще раз. На пределах, смотрите, мы научим блок, делаем блок, как в форме исполнения. И вносим его в печень, заставляя ему наклониться. Дальше наш локоть подбивает между бицепсом и трицепсом, заставляя его поднимать руку. Это обеспечивает нам нормальный проход. Накручивается рука, которая позволяет на этот момент нанести борьбой по локотью. Я могу его выделить. Но каждый раз, когда мы начинали любое исполнение, я находился в свободном состоянии, не зажат, не выражал своими мнениями, что-то делает. Потому что как только мы занимаем какую-то кмай, ну понятно, что он уже видит, что «ага, я как-то стал». Тем более, если вы занимаетесь боевыми искусствами, вы уже понимаете, ну хоть примерно, к какому стилю это относится. Будь это боксер, будь это карате, например, да? Айкер-20 станет и тому подобное. То есть вы уже можете это заранее читать. Теперь дальше немножко. В одинкам есть очень большое количество оружия. Очень большое. Оно разнообразное. И хотелось бы на примере шеста бор из Дюри показать маленькие-маленькие отличия от применения того же самого борьбу в других боевых искусствах. Смотрите, есть очень большая разница. Исполнение техник с шестом сбором, ну, бор, ров-50-го, это палка, состоящая из шести кусочков посяков по 30 см. Ну, примерно 181,5 см, грубо говоря, 183 см. В среднем можно так видеть. Есть очень большая разница исполнения техник в традиции, опять-таки, бодин-кан, а именно, например, школы куки-син-дэн, и традиция исполнения, которая пришла с Акинабы. Вроде как находится Акинаба в Японии очень-очень близко, смешно, так сказать, территории. Но, тем не менее, в чем большого отличия. Смотрите, вот что-то. В Акинабском варианте исполнения, любое, что бы он, например, делал, у меня всегда будут оставаться руки, вот видите, на три части разделенных шест. И я буду отсюда. Почему? Смотрите, в любом случае я нахожусь вне зоны действия его удара. Так? И это позволяет, например, наносить определенные удары, не меняя положение рук. Но, как только у него оказывается в руках меч, аналог катаны, то, да, все вот эти вот мои теперь движения, они окажутся эффективными. Потому что он не будет доминировать, правильно? Его рожа, в отличие от моего, гораздо острее. Очень-то на что сейчас вообще-то пользуется аккаунт. А отсюда, что бы мы, например, не делали, мы каждый раз, да, будем удлинять. Ну, будем деревянный, мы уже ушел. Важный момент, смотрите. Очень часто, когда ребята занимаются и берут в руки оружие, начинают его рассматривать. Многие задумаются, так, шерсть, шерсть. Хорошо, что-то делать. Так, если его камера понятно, то непонятно, что делать ногами. И вот, на самом деле, чем он у Динкана уникален? Не важно, что попадает в руки. Сейчас мы возьмем короткую палку. Будет то длинный шерсть, будет то короткая палка, накэн, нож, транта. Не важно, что. Сюх, лобок, например, есть, как когти, это тоже представлено. Действует везде. Практически одна и та же одинаковая база. Потому что, занимаясь Бодвинка, мы развиваем, в первую очередь, свое тайдюци, то есть, искусство владения телом. И, конечно же, мы добавляем просто какие-то маленькие элементы. В чем они заключаются? Вот, например, шерсть. Да, понятно, что я могу бить, его там, атаковать, он будет обриваться, там, еще что-нибудь. Это хорошо. Но, опять-таки, помните, с чего мы начали? Нужно победить его ментально, победить его дух. Например, шерсть для этого крайне-крайне пригоден и хорош. А почему? А потому что я, например, буду его замаривать в свою ловушку. Я буду наносить удары по ногам. Он блокирует, будет, ну, потолоку позволяет. Например, удар будет защищаться, а следующий удар будет печать. То есть, я буду вынуждать делать, например, блок-блок, 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 а там уже блока нет. То есть, загоняйте своими действиями человека в неудобное положение. Делайте так, чтобы он работал по программе, которую вы немножко написали. И очень многие карты, которые мы тоже разбираем, опять-таки, ну, в частности, вот, Йокурю, в основном, все. Ну, кто помнит, кто очень хорошо помнит, они все рассчитаны на то, что именно создается определенная схема, определенная схема движения. И вы подстраиваете вашего противника под использование этой схемы. Пожалуйста, пожалуйста. Ну, вроде как, ну, хан, но хан половинка-половинка-блок. 91 сантиметр палочка. Ну, как правило, она может быть такая восьмигранная, граненая, и на том чем-то ковырят, поэтому она закругленная. И ровненький, под прямым углом, спеливание ее основания. Используется, по сути, так же, точно так же, как шест. Опять, если я буду ее держать в руках, ну, хорошо, ну, в принципе, да не совсем эффективно, правильно? Ну, что, там, у меня рука, как учитывая жене, например, ну, практически все равно. Я буду его атаковать, он в этот момент меня ударит. А отсюда любое его движение я буду удлинять, чтобы мне было удобно, а ему нет. Еще. Ну, и, конечно же, можно использовать, как ударные моменты, вот сейчас мы делали, например, ангел. Это будет полный разрешение, окей. Можно же использовать, например, захват, да. Очень часто, тоже, когда мы разбираем, вот, особенно, по начальной стадии, когда она переходит, непонятно, почему вы делаете вот этот захват? Ну, почему? Ну, как? Так, во-первых, сложилась такая традиция, что, например, у Сумурая тут был герой, доспех. Соответственно, бегать за ним, пытаться попасть по металлу, ну, это нереально и глупо, согласитесь. Он защищается всех сторон. Куда-то стараться пальцем пнуть в прорезь для глаз, ну, он хорошо, потому что он уже убьет. Он ведь Сумурая, профессиональный логик. Отсюда, по-моему, очень частая атака, когда человека, например, брали за, ну, за отворот, на богу-доспеха беру, за Александру, идет притягивание в себе и шел в удар. Либо же доставал Станте или Кадачи, опять-таки, натянули, ударили. Поэтому, как нужно использовать хамбу? Ну, я не могу по какой-то причине, например, бить. Совесть не позволяет. Но, тем не менее, можно делать определенные срывающие и изламывающие щетки. Это будет не исключение, если он не станет таковат ногами. Хорошо, 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 хорошо. Ну, и, конечно, что за бодин-кан без метания сюрикенов? Опять-таки, в зависимости от школы, от направления, могли быть разные заточенные палочки, стики, боссерикены, смотря на каком языке, как их называют. Что, твои волосы, что-то они делают. Они могли быть заточены с одной стороны, заточены с двух. Опять-таки, у вас применение крайне-крайне большая. Но мы начнем, начнем просто с метания. Понятно, что такой маленькой палочкой, ну, доспех побить, в принципе, не реально. Если метается с расстояния, там, более семиметров, то, ну, в принципе, тоже, ну, да, кожа проткнет, и что? Кожа проткнули, а он не добежал, разрубил тонкотами. Но, тем не менее, как какое-то останавливающие оружие, это вполне не могу быть. Так, пункт сон. Как правило, что использовали вот при метании? Несколько-то бросков. Я сейчас метал разностороннюю хватку, то есть, якобы. Когда у меня опорная нога, стоят левые, а не тают правые, правые. Но, если, например, это было дальнее расстояние, и мне нужно было приблизиться, и шутить таки вперед, то я могу подходить, могу метать. И самый главный момент в серебряных, в чем он заключался? В том, что нужно было остановить. Просто остановить человека. Если он шел в атаку, у него ходят, например, руки уже над головой, если не чем стремиться что-то сделать, и в этот момент, конечно же, мы могли попытаться остановить нашими бросками. Это в отношении летания. Но, в принципе, что еще использовали, если в качестве ниндзя вот эти вещи? Если у вас есть хорошая, хорошая сюрикена, и вы будете их правильно летать, то, в принципе, можно себе сделать определенную лесенку, то есть пару ступенечек, которая позволит вам с разбега зайти и куда-то чуть выше запрыгнуть. Это тоже использовалось. Я таки, ну, да, а вот он находится близко. То есть, отсюда я метать уже не буду. Но, наверное, как за тупым хвостиком сейчас, любое его воздействие я могу усиливать благодаря вот этим вот вещам. Маленькое, это даже не осерье. И вот маленькими такими вот вещами, да-да-да-да, неудобно. И помочь ему сделать какие-то вещи. Отсюда уже не бросим. Но, тем не менее, опять в ножи бить. И не бойся. То есть, используем расход какой-то элемент давления. Опять-таки, это тот же захват. Нам достаточно всего лишь усилить свою руку немножечко, немножечко. для того, чтобы уже не хотелось. Ну, вот это те моменты, которые я хотел как бы немножко осветить и немножко заполнить для, ну, так сказать, натяженного погружения. Мы чем сегодня будем заниматься. Если кто-то, кто-то, кто-то что-то хочет спросить, пожалуйста, несколько минут можно вопрос-ответ. Ну, кроме того, где кофемашина, типа, типа, такого. Нет, да, вопрос? Может, момент то, что мы в ежедневной жизни не ходим, мы же в гофе ретеном, с тангоом. Может, пример привлечь современного? Да, да, да. В современности это применяется очень хорошо. Ну, например, кто-нибудь, бутылочку. Да, вот. Ее можно туда, чьей, вот, знаете. Поэтому мы не сильно ее видим. Опять-таки, вот, бутылка. Вы идете, ну, что нужно сделать бутылкой с водой? Ну, открыть, облить его. Ну, вот, мало ему вреда. Правда, да, сравит? Ну, опять-таки, а у вас ничего нет, кроме бутылки. А, ты что, ты меня бить собираешься? Что-то закрываешься сразу же. И поэтому, ничего. Поверьте, вот, маленькие бутылочки с пол-литрами воды вам хватит, чтобы не нравилось. А сверху же, чтобы откачать, вот, крутили, полили, как бы все нормально. Все нормально. Опять, ну, идем. Он начинает вообще-то, действительно, походить. Другие с ударом. И полимарки. Удобрение какое-то. Здесь, может быть, любые разные моменты. Та же самая ручка. Ну, если, понятно, что-то не будем там стержни доставать и куда-нибудь и не стараться в нужную нам точку попасть. Точки, на самом деле, вот, которые мы очень часто используем, они не такие маленькие. Просто главное знать, в каком месте, в каком области она находится. А что же ручка? Помните, вот, да. То, что я делал, например, с сюрикенами, я делаю такое же движение ручкой, и оно тоже крайне-крайне неудобно. Опять-таки, 90% всего, что мы принимаем из окружающего мира, к нам приходят через глаза. Соответственно, у человека глаза будут являться всегда самой-самой уязвимой и пугающей темы. Больше, если я не затрону. Да, просто, опять-таки, он схватил там, например, убьет что-нибудь. Просто достаточно в глаз нацелить что-то острое, либо тонкое, этого уже будет более чем достаточно. Дальше, вот, ну, вообще там, я не знаю, что я в случае просто отхожу по городу, вот она у меня есть такая, да. Можно Паркер взять, она хоть стабильная, пожизненная грань, ценовый механизм, или кто-то предлагается, что тоже хорошо, либо Оттерман, еще прочее. Мы не будем еще 200 долларов самостоятельно носить, да, в виде ручки. Простая, маленькая, единственное, что не надо, его, как Павочку Гарри Поттера, что-то вот там пытаться сделать. Нет, держим, 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 таким вот образом. Опять, он, ну, там, унимается. Он, ну, все, да. Да-да-да-да-да. Это было точка укол, которая доходит у вас на шею. Нужно сделать. Ну, хорошо, можно сказать, а если он будет еще выше, да, и все мои, да. И все мои тщательные попытки вот где-то здесь закончатся. Так? Да, ну, все, то есть я прокладываю. Ничего подобного. Опять-таки, мы просто уходим на уровень, на котором он будет менее эффективный. А мы, наоборот, более эффективны. У девочек, как правило, с собой что могут быть? Тушка, блоки, там, еще что-то. Чем вам инструмент? Идеально замечательный. Вот так же, да. Опять, тот же самый захват. Мы берем нашу маленькую вот эту вот ручечку и начинаем просто давить. И заключается, что неважно, что попадает в руки, оно становится оружием. Но просто, чтобы оно стало таковым, необходимо изначально разбивать, вот именно это идет, как двигательная база. Тогда будет все-все очень просто. Многие вещи станут понятными и, ну, не придется там задумываться. Ага, там надо два удара сюда, три удара сюда, и что мы делаем дальше? Ну, ничего, думаем, или читаем, ну, все. Вот, поэтому в обиходе, в простой ситуации это очень сильно помогает. Опять-таки, да, может не быть ручки, у вас может быть газета, может быть какой-то журнал. Вы его трубочкой скрутили, вот там, пожалуйста, замечательная палка для самообороны, в которой вы сделаете кучу-кучу-кучу вещей. Тут большинство людей, много, сейчас молодежи ходят в очках. Пожалуйста, в глазики можно проводиться в обязательном порядке. Или вот по острым частью, например, по шее или по лицу ударить при захвате, особенно девушке, например. Это отрезвит любого человека. Это да. И глаза, еще раз. Как только мы дотрагиваемся человеку до лица, он уже чувствует по-любому себя некомфортно. Ну, кто знает, тот знает. Кто думает, что нет, попросите просто малознакомого человека, чтобы он положил свои руки вам на лицо, особенно на глаза. Но тем более, если этот малознакомый человек, который с перепугой знает, куда надо будет еще, то это будет вдвойне приятно. И тем самым, опять-таки, смотрите, мы придерживаемся концепции, про которую Сталин говорит с самого начала. Разрушаем противника, но не обнимаем у него жизнь. Потому что наша задача не гордо вот так вот, все, я тебя победил, все, решили там расписку какую-то. Нет. Задача в том, чтобы мы себя в этот момент обезопасили и сохранили свою жизнь, не навредив тому человеку. Ну, может, он с перепугой ошибся. Ты хотел нападать? Ты признаешь, что мне не правоту? Ты признаешь, что я видел? Я согласен. Еще какие-нибудь дополнения? Четыре есть у каждого. Максим, подойди, пожалуйста. Например, если, особенно браслет или вот застежка, она же всегда металлическая. И даже если вот схватили вас, пожалуйста, вы делаете больно человеку, он сразу успокаивается, когда идет воздействие. Вот мы спрашивали, любое, любое, что есть, пояс снял и использовать для самозащиты. Поэтому главное творчески подходить и быть готовым к тому, чтобы защитить себя в любом случае. Так, ну что, давайте, наверное, будем начинать. Вы пришли в первую очередь позаниматься, а тем, кто присутствует, посмотреть процесс у него, помню, что это будет более интересным. Ну, возможно, интересно смотреть, как проходит. Может, займите не только показательные. Так, если я сейс-зад. Штемерный зайгерю! Штемерный зайгерю! Штемерный зайгерю! Штемерный! Понимаете? Штемерный зайгерю! Штемерный зайгерним самодостаточным элементом. То есть, юнгерым зайгером можно обозначить. Вообще базируется все они в 10 лет. Начнём с самого фундаментального, это Геркурио Просвитёсу. Геркурио в первую очередь развивает точность. Наша задача научиться поражать анатомические инстанты, какие-то нервные узлы и так далее. Сейчас мы начнём с обычного диодолоприногаза, но попробуем в форме более реалистичной, чем мы привыкли. Останавливать, как элемент отработки это в принципе нормально. Для того, чтобы как минимум просто узнать, где находятся ваши те зоны и куда нужно атаковать. Сейчас будем делать в форме, как чаще всего это происходит. Человек отдёргивает руку назад, не останавливает её, а тронет её обратно. Здесь у нас основной момент, на чём построиться. Моя задача перебить нерв, проходящий через всю руку. Он называется наград. В момент, когда человек напряжён, то есть как раз таки во время нанесения удара, этот нерв наиболее уязвим. То есть если рука будет расслабленная, то как бы по столько, по сколько можно его породить. Поэтому вы должны своевременно успеть сместиться к сильной атаке и, соответственно, вслед за тем, как он тянет руку на себя, ещё успеть нанести ему вот и что. Что как раз таки это вот буквально рука-меч. То есть напоминает то действие, которое вы совершаете при рубке мечом. Единственное, что различие между, как бы скажем, традицией старой, как раньше формировалось, это на основе владения оружием. То есть современным бузенкан мы уже наоборот строим, скажем так, на нашем тайцзюсу, на безоружных техниках применения оружия. Поэтому, скажем так, те, кто ещё не практиковал движение с мячом, то это, скажем, подводящий элемент к тому, чтобы вы потом практиковали. Да, ещё раз посмотрите. Первое, что вы должны сделать, это сместиться с линии атаки. Но на том расстоянии, чтобы вы могли дотянуться следующим движением, да, ваш святок достиг его руки. С учётом того, что вы будете её тянуть обратно. Вот. Но нужно понимать, что блокирование, как таковое, это не щит, не какое-то там средство, которое вам обеспечит, ну, гарантированную защиту, да. Основная защита – это смещение, то есть уход с линии атаки, да. При этом старайтесь сделать так, чтобы ваша центральная линия не была открыта для последующей атаки, да, то есть здесь я, как вы видите, специальный стал, чтобы вы убедились, что это крайне опасно. Смещайтесь где-то под 45 нанамаково, да, то есть чтобы я мог и сам атаковать его, но при этом, как бы, более-менее быть защищенным для последующей атаки, понятно? Делайте многое нагасе, и вот и что вы стараетесь это делать за одним движением. То есть это не постоял, подумал, замахнулся, на неё сюда. То есть, ну, на начальном уровне, да, 9-й кью, вы тренируете отдельные элементы. Это и собаки, поднятие рук, блокирование, вот и что. Сейчас попробуем это всё соединять, но большая часть людей уже практикует чуть больше, чем уровень 9-й кью, поэтому это одно движение. Раз, два, три. У нас видно. Поднятие костяной палец. И смысл заключается в том, что вы находите свои рукой, своими пальцами дочери, на которые начинаете воздействовать. Тоже важный момент. Наши ударные элементы, пальцы и костяшки, они должны появиться от фиолетов. То есть, если мягкие, слабые пальцы, в какую вы точку не попали? Ну, у вас ничего не сделает. Возьмите трубочные коктейли, покатайтесь, я не знаю, хвостом подцепить не получится. Поэтому должна быть чёсткая конструкция. Причём, самый интересный момент, когда у учителя Масаки Хацума, Хацума или Токмацева, в 60-е годы прошлого века брали интервью, то репортер очень сильно удивился, что как против этого уже довольно пожилого человека настолько закалены пальцы, что прогуливый, если кто я брал интервью, он с лёгкостью простыми движениями пальцами с роткой разделили. И вот это вызвало тоже интересный революционер. Поэтому точность плюс, конечно же, закалывается. Её никто не отменял. Субтитры создавал DimaTorzok